Артикуляторная гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, она показана всем. Подготовка произнесения гласных, подготовка правильной артикуляции, даже делается массаж. У вас после операции, это реабилитационное мероприятие, этот процесс будет проходить гораздо легче, гораздо эффективнее, и вы получите результаты. Можно заниматься часто, 5-6 раз в день, 10-15 минут, я даю, допустим, 5 упражнений. Ребенок одно делает, оно ему нравится, и он хорошо выполняет, а три не выполняет, значит, вы старайтесь его активизировать. Дыхательное упражнение вообще дозированное, 3 раза вдохнули, все, больше нельзя, через определенное время. У многих детей западает язычок, да, вот до операции особенно, заставляете его слизывать варенье, вот так, показывать язычок, делать обезьянку, часики. На руку вот набросайте маленьких шариков, да, все упражнения нужно делать только через язык, понимаете, сейчас я вам покажу. Вот набросали ватку, и ребенок дует, смотрите, видите, через язык, эта ватка летит. Может, неинтересно ватку, сделайте, пусть кто-то из вас сделает самолетика 3, вот одно упражнение. Второе упражнение, сейчас я вам скажу, вот футбол. Вы построите ворота, вы с одной стороны, а ребенок с другой стороны, шарик, и вы берете этот шарик из ватки и язычком забиваете гол в ворота. Теперь купается ребенок, ведь купание можно превратить в такую игру, вы даже не представляете. Делаете спичечный коробок, на него ставите зубочистку, на нее флажок красненький, и два кораблика делаете. И ребенок язычком он поддувает, и кораблик плывет. Берете два стаканчика, берете клизму, самую простую, маленькую, набираете рукой, ну, давите, набрали воды, и в другой стаканчик перелили. Потом обратно. Дети вообще очень хорошо играют. Теперь смотрите, есть тарелочка, возьмите черную тарелочку такую плоскую, насыпьте туда манки, и пальчиком рисуйте солнышко, рисуйте, ну, рисуйте солнышко, рисуйте ежика. А потом можно, знаете, нарисовать точка, точка, два крючочка, носик, ротик, получился человечек. И все это вот эти, все проговаривать надо. Это потешки всякие разные. Если вы будете рассказывать, поними язык вверх, опусти язык вниз, это совсем другое. А если вы скажете, вот, открой ротик, язык это машина. И она сейчас выехала, а водитель увидел, что дождь на улице, да ну его, и машину загнал в гараж. Вот некоторые дети очень плохо делают, вот, лошадки, цоканье, цоканье надо делать, а потом цоканье ребенок умеет, вот, делай грибочек. Присосали язычок, сделайте грибочек. А теперь, смотри, пошли воздушный поцелуй. Самое главное, о чем я хочу сказать, очень большую роль играет семья. Это каждодневный систематический труд. Если вы будете, ну, интересное задание детям предлагать, поверьте, они сами будут проситься заниматься. Результаты ваших детишек зависят от того, насколько рано вы начали заниматься. Неважно, до операции или после операции занятия с логопедом нужны всегда. И от того, насколько вы готовы прикладывать свои усилия. Сколько времени в день вы готовы заниматься, насколько тщательно вы готовы выполнять рекомендации логопеда. Нельзя заставлять ребенка делать упражнения, которые он не в силах делать, но стараться заниматься так, чтобы ему нравилось, заниматься в игре. Это очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин